Боже мой, как я люблю солнце, как я люблю, когда тепло. Мы сейчас держим путь. И еще один старинный тульский городок называется Венев. В этом маленьком Веневе, в этом маленьком городе населением в 13 тысяч человек, 32 героя Советского Союза. У меня за спиной центральная площадь Венева с традиционным памятником Ленину. И еще одна достопримечательность не только Венева, но и всей Тульской области, это Николаевская колокольня. Слушайте, я даже не могла предположить, что это ничем не приметное здание, связанное с любимым героем русских анекдотов, поручиком Ржевским. А еще в Веневе есть своя Красная площадь. Я сейчас на ней стою. Вот кто только не жил на территории Венева. Оказывается, в древние времена здесь жил самый настоящий носорог. И не один, а в компании с мамонтом. Я сейчас почувствую себя диггером, потому что в Веневском музее есть одно потайное место. Ученые обнаружили потайную лестницу 17 века. Добрые сотрудники музея, мне разрешили туда проникнуть. Спасибо большое. Обеспечив фонарем. Обеспечив даже фонарем. Ду-ду-ду-ду. Елки-моталки. Слушай, так страшно. Местные Веневские забавы. Пускание от змеев. Мастушных. Ой, красота такая. Ты умеешь змеев-то пускать? Да я умею. Слушай, я поела. Что ты поела сегодня? С молочком. С молочком, классно. С сахарку или варенье положила туда? Да. Ну, а любишь сладенько милость, да? Да. Вот только что мы сейчас идем с Воскресенского собора. С этого места началась история современного Венева. И там находится уникальная реликвия. Это икона Казанской Божьей Матери, плачущей. Как тебе, кстати, город Венев? Понравился? Очень он неординарный. Такой спокойный, притворяющий. Много интересных вещей. Есть что посмотреть. Есть чему удивиться. Мы сейчас держим путь. Еще один старинный тульский городок называется Венев. Он знаменит великим уроженцем, маршалом Чуйковым. Он там родился. И вообще в годы Великой Отечественной войны 32 веневца получили звание Героя Советского Союза. Видимо, это отважные люди, да? Да, да, да. Может, мы там увидим каких-то веневских мужчин. Ох! Мужественных. Да, я очень на это надеюсь. Галантных, мужественных. Да, да. Да, да. Да. Вот мы с Инессой добрались до Аллеи Славы. Я вам говорила, да, что в этом маленьком Веневе, в этом маленьком городе населением в 13 тысяч человек, это вот сейчас, в 2020 году, может быть, до войны было и меньше, 32 героя Советского Союза. Мы с Инессой дети советского времени. Я помню, что у нас в школе был Красный Уголок. Был в школе, да? Конечно, он был у всех. Да, и были встречи с ветеранами регулярные. Потом наступили 90-е и начали как-то обесценивать заслуги наших отцов. Я, например, для меня, я человек достаточно циничный, Инесса циничный, мы любим пошутить и над смертью в том числе иногда шуть. Но тема, над которой я никогда не шучу и не позволю шутить моим детям, это заслуги наших отцов в годы Великой Отечественной войны. Вот реально, как бы это невысокопарно звучало, мы обязаны им своей жизнью, и поэтому я с большим... Свободной жизнью. Свободной, да, свободной жизнью. Я с большим почтением и уважением отношусь к этим людям и к тому, что во всех российских городах сохраняется о них память. Так что спасибо вам большое. Спасибо. А ты умеешь змеев-то пускать? Я умею же. Я поела. Что ты поела сегодня? С молочком. С молочком, классно. А, сахарку или варенье положила туда? Да. Ну, любишь сладенько-нибудь, да? Да. У меня за спиной центральная площадь Венева с традиционным памятником Ленину. Площадь называется Хлебной. Почему Хлебной? Потому что веневские купцы, они зарабатывали деньги на продаже хлеба из кота. И вот эта площадь служила таким базаром или ярмаркой. А еще веневские купцы славились тем, что были виртуозными строителями водяных мельниц. И еще одна достопримечательность не только Венева, но и всей Тульской области – это Николаевская колокольня. Это самое высокое здание в Тульской области. Ее высота составляет около 78 метров. Говорят, что эта колокольня была создана по эскизам великого русского архитектора Василия Баженова. Такое солнце, ничего не видно. Вот она видна, да? Это вот это беленькое здание – это булочно-бараночная лавка братьев Родионовых. Это была очень известная мануфактура Венева. Здесь работало 37 человек. Основное производство было брошено на производство знаменитых веневских баранов. Слушайте, я даже не могла предположить, что вот это ничем не приметное здание связано с любимым героем русских анекдотов – поручиком Ржевским. Дело в том, что в этом здании проживала Надежда Ржевская. Она написала мемуары, посвященные ее семье. И героями этих мемуаров стали ее отец Петр Семенович Ржевский и дядя Семен Семенович Ржевский. И по мнению следователей, именно эти двое мужчин стали прототипами знаменитого поручика Ржевского. А еще в Веневе есть своя Красная площадь. Я сейчас на ней стою. Очень симпатичное место, такое стилизованное, даже немножко в стиле авангарда. Но есть здесь замечательная аллея. Вот она у меня за спиной, называется «Аллея 12 невест». Стоят березки, и они украшены разноцветными тканями. Дело в том, что в Веневе существовала очень симпатичная традиция. Каждый год, 14 октября до революции, выбирали 12 невест, и им назначался приз. Два килограмма серебра. Ни много, ни мало, да? Но приз давали не сразу, а давали через год только в том случае, если девушка выйдет замуж. Представляете, какая у девушки была мотивация. Очень красиво. Она прям чувствуется, что он старинный-старинный. Это изразцы 17-18 века, которые нашли при ремонте Веневского краеведческого музея. Вот кто только не жил на территории Венева. Оказывается, в древние времена здесь жил самый настоящий носорог. И не один, а в компании с мамонтовым. В Веневском краеведческом музее есть просто замечательный, удивительный экспонат. Это паспорт крестьянина. Датирован он к 1897 году. Но что интересно, на паспорте нет фотографий. Тогда это было дорогим удовольствием. Но зато очень подробно описывается внешность этого крестьянина. Смотрите, написано. Лет 26, рост там в сажених не вижу, волосы русые, глаза серые, нос прямой, рот средний, подбородок круглый, лицо чистое. Мне кажется, под такое описание может попасть человек 90 из 100. Поэтому, я так понимаю, проблема с подделкой паспортов, или когда человек по чужому паспорту представляется. В общем, этой проблемы не было в конце 19 века. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инессик, это должен быть твой самый любимый зал. Да, ты же у нас дворянка. Не знаю, по происхождению, но по мироощущению точно. Потому что, по-моему, в этом музее первое, что вызвало у тебя бурную реакцию, это парфоровое пусто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас почувствую себя дигером, потому что в Веневском музее есть одно потайное место. Это потайная лестница. Это единственная лестница, датированная 17 веком. Дело в том, что эти палаты каменные, в которых находится музей, они находятся в старейшем здании каменном строении 17 века. Ну, понятно, что он тысячу раз переделывалось, тут много уже новодела 19 века. Но ученые обнаружили потайную лестницу 17 века, как я сказала. И мне разрешили, добрые сотрудники музея, мне разрешили туда проникнуть. Спасибо большое. А что я называю? Обеспечив фонарем. Обеспечив даже фонарем. И сейчас я вам покажу. Сейчас я залезу, потом заберу камеру и покажу, что там внутри находится. Что только не сделаешь. Человеческое любопытство на не движет. Давай, камеру дай. Дай мне камеру. Так. Ух ты. Ду-ду-ду-ду. А, елки-маталки. Слушай, так страшно. Береги себя, Юля. Это будет гвоздем сезона. Ребята, я чувствую запах времени. Ой. И она, видимо, шла на второй этаж. Здесь такие балки. Ух ты. Прям как... Это неповторимое ощущение. Это реально неповторимое ощущение. Вот за что я люблю самостоятельные путешествия. За массу открытий, которые попадаются на твоем пути. Когда я ехала в Венев, у меня не было каких-то особых ожиданий от этого маленького провинциального исторического городка. Но Венев для меня стал открытием. Мы побывали, вот только что мы сейчас идем с Воскресенского собора. С этого места началась история современного Венева. И там находится уникальная реликвия. Это икона Казанской Божьей Матери, плачущей Божьей Матери. Она плачет. И поэтому Воскресенский собор является такой точкой притяжения для паломников со всей Руси. В Веневе потрясающий краеведческий музей. Я вам уже показала, как я туда забиралась по потайной лестнице. Но он и без потайной лестницы интересен, потому что, вы понимаете, маленький город Венев. 13 тысяч жителей. И эти люди по крупицам собрали. Собрали все, что когда-то было найдено здесь в археологических находках. Собрали по крупицам какие-то предметы купеческого быта. Предметы дворянского быта. Очень потрясающая композиция, связанная с уроженцами Венева, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. И в Веневе целых 8 генералов. Вы понимаете, я все-таки уверена, что существует понятие энергетика места. Это потрясающее место. Какое-то очень энергетически емкое и очень теплое. Здесь очень теплые люди. Они к себе открыты, они с тобой общаются, они с тобой с удовольствием разговаривают, шутят, не убегают от камеры. В общем, ребята, я вам очень рекомендую сюда съездить. И не так, как мы галопом по Европам, потому что я вот уверена, что я сюда вернусь. А съездить и спокойно проникнуть в атмосферу этого города, погулять, пообщаться с людьми, сходить в крам, сходить в музей, вы получите какой-то, знаете, как глоток свежего воздуха. И много-много всяких поводов просто задуматься о том, что жизнь прекрасна, о том, что жизнь не главная, о том, что надо любить, а что не надо любить. Что-то как-то такое удивительное настроение после Венева, да? Оно такое благостное, хорошее настроение. Как тебе, кстати, город Венев? Понравился. Очень он неординарный. Такой спокойный, претворяющий. Много интересных вещей. Есть что посмотреть. Есть чему удивиться. Люди шикарные. Вот мы с Инессой уже сколько лет? Больше 10 лет путешествуем, да, самостоятельно? Да. И вот многие из наших общих друзей спрашивают, ребят, ну это же такой геморрой, это же постоянно какие-то неожиданности, не самые приятные. У нас, кстати, было немало неприятных неожиданностей, типа не хватило денег на отель. Забыли, что мы его не оплатили. Это да. Но я что хочу сказать, никакое организованное путешествие не подарит тебе таких микрооткрытий, потому что Венев стал таким микрооткрытием для нас, да? Мы ехали, издевались, помните, да, что сейчас там мужчины будут в Веневске, а на самом деле чудный город. Чудесный, очень атмосферный, очень теплый город, ну помимо того, что там просто красиво. И, как заметила Инесса, почему-то очень много женщин за рулем. Значит, это прогрессивный город, где любят женщин и ценят женщин. А сейчас мы отправляемся в другую... Ну, сам город, может быть, и не будем смотреть, мы отправляемся в Богородицк. Там находится Богородицкий дворец с парком, это музей. И он связан с активной любовной сексуальной жизнью нашей великой императрицы Екатерины Второй. Но сейчас мы вам не будем раскрывать их подробности, узнаете все на месте. Как я заинтриговала, а? Да, молодец умеешь. Ой, красота-то какая! Пруд, парк, дворец. Вот умела Екатерина Вторая выбирать красивые места для дворцов. По мне так более заслуживает внимание парк. Здесь были гроты, каньоны, какие-то, говорят, павлини. Все павильоны. В общем, решили мы напоследок санататься в Романцевский город, но никто не ожидал, какая дорога сюда ведет. В общем, мы сейчас, видите, мы все так подрагиваем. Давно ты сдавала нормы ГТО, скажи мне? Я их вообще никогда не сдавала. Глаза боятся, а руду блюют. Это очень красиво. Это вообще какое-то инопланетное зрелище. Ощущение, как будто мы находимся на Марсе. Вот такие кратеры, такие желто-песочные горы, а между ними изумрудная вода. Это вообще потрясающе, ребята.